Армянское правительство согласилось с Турцией. Нахачеван сейчас не населенная область, а это военный полигон. Наличие 102 базы российской пока сдерживает этот, так сказать, грустный аппетит. Есть ли план, политический план действий? Есть план, естественно, должен быть и есть. Здравствуйте, господин Саркисян. Мы беседуем с лидером партии, Демократической партии Армении. И мы находимся сейчас в Капане. У подъезда к городу мы видели флаг Азербайджана. Какие были чувства и зачем вы приехали? Вы не один приехали. Да. Во-первых, начнем с того, что я представляю новое объединение «Вместе», которое называется «Вместе». И это объединение тех партий и общественных организаций, которые считают, что мириться с нынешним положением, которое сегодня есть в республике, в Армении, в буквальном смысле это уже, как бы говоря, предательство. Потому что мы уже чувствуем, какая опасность нависла над государственностью Армении. И то, что тандем Азербайджан-Турция не скрывает своих намерений о том, что они готовы захватить всю Армению и сформировать свой турецкий мир, уже объединенный, географически объединенный. И только единственное, кто, так сказать, им мешает, это наша страна. Поэтому здесь уже необходимый соответствующий подход ко всему тому, что они хотят сделать. То есть мы обязаны защитить свое государство, свою родину. Более того, я сейчас объясню, почему мы уже выехали за пределы Еревана. Мы видим, как по кусочку эта власть, не умея, так сказать, защищать свою страну, отдает врагу. Это случилось уже в селе Тех, это случилось в Дзермуке, это случилось в разных... Уже в Арденис, это Галаркулинская область. То есть, в принципе, то, что наша сегодняшняя армия должна быть мобилизована на том уровне, чтобы современными видами оружия, так сказать, устрашать врага, это очень важный фактор. Если враг не боится тебя, он будет продолжать свою агрессию. Поэтому мы считаем, что в этой ситуации необходимо, уже об этом заявлено, необходимо, чтобы нынешняя власть, которая не умеет управлять страной, ушла. Не умеет обеспечивать безопасность страны и его граждан, она должна просто уйти с этой позиции. Второе. Подать в отставку. Мы этого требуем. Второе. Очень важный фактор. 120 тысяч наших соотечественников в Арцахе уже практически 4 месяца. Являются заложниками вот этой политики. То есть, Армения, которая должна быть гарантом их безопасности, гарантом их существования, она практически этого никаких шагов реальных не предпринимает. И в буквальном смысле, вот как попрошайка ходит по миру и просит, чтобы кто-то вместо него эту ситуацию вырулил. Такого не бывает. Премьер Пашинян внятно всем сказал, фактически он отказывается от Арцаха. Да, так получается. А мы не можем отказаться. Наш народ не откажется никогда от того, что Арцах – это древняя армянская область. Она уже независимая в 30 с лишним лет от Азербайджана. И в принципе, она была просто насильно включена в состав Азербайджана. И сейчас она приобрела законным путем, кстати, на территориях, не принадлежащих никогда этому Азербайджану, она приобрела свою независимость. Теперь, что касается Капаны, куда мы приехали. Можно просто мы закончим вашу мысль? Потому что требовать отставки не вы и не один раз это было. Как этот человек не ходит? Мы не столь наивны, что думать о том, что если мы один раз или дважды, или десять раз произнесем слово «отставка», он подпишет Юдию. Естественно, для этого мы обращаемся к нашему народу. Мы считаем, что не мы, естественно, решаем этот вопрос, решает народ. И если мы приобретем то доверие, которое необходимо, если народ поверит в то, что перемены, которые мы предлагаем, будут настроены на улучшение и на обеспечение безопасности нашей страны, я думаю, что этот народ пойдет за нами. И вот тогда, на самом деле, под давлением народной массы, точно так, как он пришел тогда к власти, вот точно так же он вынужден будет уйти. На днях со стороны Нахиджи Ивана как будто бы заблудились два или несколько солдата именно. И потом мы знаем, что один из них убил капанского гражданина, и мы видели по дороге уже в Сисяне, что чем дальше, тем они приближаются, уже дошли до шоссе. К территории Арктии. Так, ваше требование должно быть, наверное, ускорено. Есть ли план, политический план действий? Есть, план, естественно, должен быть и есть, поскольку иначе, зачем же мы вообще начали это движение? Но я, естественно, не намерен сейчас это оглашать. Это первое. Второе. Но самое важное, вы уже озвучили, это уход Николая Пашиняна. Это требование отставки, это одна задача. Теперь, что касается того, что делает Азербайджан или, так сказать, Турция. Я вам хочу сказать, что Нахачеванская область, естественно, та же древняя армянская область. Она, опять же, по требованию Турции тогда, когда очень... Да, само название. Да, Нахачеван. Насколько бы не поменяли, все равно смысл, да. Во всяком случае, этот вопрос пока оставим в стороне. Мы говорим о чем? Нахачеван сейчас не населенная область, а это военный полигон. Однозначно военный полигон, потому что, если там стоит уже 5-я войсковая армия Азербайджана, Турция поставила около границы свой экспедиционный корпус. Она, значит, отремонтировала мост очень сильно, вот, который связывает Турцию с Нахачеваном, до той степени, что там по ним проходит самая тяжелая военная техника. Отреставрирован аэропорт Нахачевана, куда садятся самые тяжелые транспортные самолеты. Это означает, что эти два государства считают, что это плацдарм для нападения на кого? Здесь две границы, Армения и Иран. Это означает, что эта агрессия должна быть осуществлена против двух государств. И в этом смысле, естественно, границу с армянской стороны защищает еще и российская армия, российские пограничники. И наличие 102-й базы российской пока сдерживает этот, так сказать, грустный аппетит. Но, тем не менее, эта же база помогает открыть Маркарскую, да, Маркара. Это не база этого, давайте так. Это армянское правительство согласилось с Турцией с тем, чтобы открыть эту границу для граждан третьих стран. Это сумасшествие. То есть, не для двух, граждан двух этих стран, которые... Вы представляете вообще глупость этого положения? Ну, одним словом, это проходной двор. Да, это проходной двор, и в первую очередь для азербайджанцев. Я так полагаю, третья страна, которая заинтересована переходить в Турцию, кто? Это, естественно, Азербайджан. Именно поэтому тоже вы предлагаете Пашиняну уйти? По всем позициям, не только поэтому. Мы, значит, кроме всего прочего, сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, это Нахачеванское наступление, то направление, которое они разрабатывают. Второе, это Джермук, наш знаменитый курортный город, через который они пытаются, так сказать, перерезать дорогу на Сюникскую область Армении. Ну, и по прямой линии оно тоже близко к Нахачевану. Да, и вот поэтому мы и говорим, что мы прекрасно представляем, какие у них планы, и мы обязаны в этом отношении формировать, если уже сами пока еще не в состоянии этого сделать, то формировать блок дружественных стран, чьи интересы сходятся в этом отношении с Арменией. То есть это очень важный фактор в политике, когда страна пытается совместить интересы свои собственные с интересами других стран, которые дружественны вам. Поэтому здесь очень важен тот фактор, когда внешнеполитический вектор Армении будет абсолютно четко представлен, и в этом плане будет сформирована новая доктрина, которой нет вообще. Сегодня внешнеполитической доктрины в Армении нет. Но фактически эта власть, она не является гарантом безопасности самой Армении. Ну, об этом и речь. Об этом и речь. И поэтому... Ну, вот сейчас наглядный пример того, что вот мы видели в Капане. Такого не могло быть и вообще невозможно представить, чтобы аэропорт, который пока не действует именно из-за этого, да, аэропорт города Капана, он практически заблокирован, потому что азербайджанцы дошли до территории города, не вообще вошли за границу Армении. Они просто-напросто сегодня могут контролировать все движение по Капанскому району. В информационном поле мы не имеем аналога в азербайджанском. Они очень хорошо работают. Причем они все время обвиняют, типа, армяне крадут ихнюю культуру, традиции. Но на самом деле, естественно, это просто смешно. Тем более международным знатокам истории хотя бы. Что в этом плане вы предлагаете азербайджанскому зрителю? Сейчас они, возможно, вас смотрят. И скажут, а вы что мира не хотите? Ваш президент, то есть не президент, а премьер-министр предлагает мир. Мы именно мир... Причем любой ценой. Да, он любой ценой, мы не любой ценой. Мы считаем, что мир должен быть устойчивый, исходя из интересов стран, во-первых. И этого региона тоже. Теперь вопрос по культуре. Я много раз им советовал, в конце концов, разобраться в своем генезисе. Они кто? Вот они говорили, что они иногда бывают наследниками Альбанской, значит, Кавказской Албании. Да, который Агванг на самом деле. Да, 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 на самом деле Агванг. Второе. Они назвали свою страну по географическому названию. Азербайджан это Атропатена. Атропатена это иранская, так сказать, область. То есть, такого тоже не бывает. Но если вы иранский народ, почему тюркский? Я сейчас продолжу. Значит, если это географическое название, непонятно, что за народ там живет, как он называется. Поэтому их назвали именно азербайджанцы по географическому положению. Если они тюрки, то, естественно, они в этом плане четко должны себя проявить. Сказать, что да, мы турки. Однажды Гейдар Алиев сказал, что мы, значит, два государства, один народ. Хорошо. Тогда придерживайтесь именно этого. Теперь, что касается культуры. Значит, ну то, что Армения древняя страна, нам доказывать не надо. То, что они дошли до маразма о том, что вот древняя Армения и нынешняя Армения, это разные вещи. Ну, это абсолютный маразм. И что это все обсуждать. Поэтому я сейчас хочу сказать... Возможно, мы немножко сарказмом к этому подходим. Ну, а как и начнем? Но они этому верят. Они даже сейчас распространяют такие сливы делают, как будто они урартицы. И урар, то это не Армения. То есть... Ну, пусть тешится. Дитя тешится. Ему кажется, что это так сейчас так. Ну, пусть так. К сожалению, в военном плане мы проиграли. Это другой вопрос. Подождите. Давайте по очереди. Во-первых, на самом деле, мир, естественно, понимает, что есть мировая история, которую переписывай, не переписывай, все равно она одна и та же. И попытки самоутверждаться за счет другого народа, это вообще глупость. То есть пытаться отрицать Армянска и приписывать это все себе. Но такой вектор политики Алиева. Это что с ним? Слушайте, это его, так сказать, головная боль. Не наша. Потому что я снова повторяю. Ну, будет этот человек все время продолжать. Вы будете его вдалбливать или что-то объяснять, все равно это не имеет значения. Он такой. И все же они есть. Многонациональность есть. В Азербайджане это мы принимаем. Что мы им предлагаем, чтобы не было кровопролития еще раз? Объясню. Вопрос стоит четко. Во-первых, для того, чтобы у них пропал аппетит агрессии, естественно, в первую очередь Армения должна усилиться настолько, чтобы никто из этих людей, вот из вражеского, так сказать, лагеря не пытался еще раз доказать свою, так сказать, победоносность. Экономически, политически, дипломатически. У нас страна, которая имеет две совершенно неприходящие, так сказать, достоинства и преимущества. В первую очередь, это прозвучит, может быть, для них не скромно, но это так. Это, в первую очередь, интеллектуальная собственность нашего народа, которая всегда позволяла нам выходить из таких сложнейших положений. Второе, объединение наций. Нации, которая по всему миру сегодня, и она постоянно дает новых, выдающихся людей, у которых есть очень серьезные достижения. И вот это объединение, и, естественно, все должно идти на пользу развития Армении, на его обороноспособность, на его финансовую независимость. А планов очень много не буду раскрывать. Поэтому мы считаем, что поправимо очень быстро это положение. И, естественно, если он враг, то тогда враг должен знать, что ему нанесут непоправимый ущерб. Независимо от того, может быть, он будет иметь определенный успех, но одновременно он получит непоправимый ущерб уже у себя, на своей территории, в связи с своего, так сказать, инфраструктурного образования и народа. Поэтому главная будет задача, это я не скрываю, вот это я прямо хочу сказать. Главная задача будет то, чтобы использовать все эти возможности, особенно, так сказать, военного плана, чтобы всегда Азербайджан знал, если они снова пойдут с поползновениями какими-либо, они получат достойный отпор. Вот когда они это будут знать, они тогда сядут за стол переговоров. Только в этом случае. Все другое это, так сказать, лирика. Ну мы как бы велисопед не придумываем, но во всяком случае ваше движение основано именно на объединении. Поэтому называется вместе. И вы сейчас можете с призывом тоже объявить, как раз у вас будет на площади свободы. 21 числа, 21 апреля, в 18.06 часов вечера на площади свободы собирается, да, витик наших единомышленников. И мы призываем всех не отсиживаться на диванах, не сидеть и думать о том, что вот я все это вижу, посмотрю, как они что-то сделают, а потом я, может быть, примкну или не примкну. Все те, которые сознательно понимают, что необходимо вот это требование осуществить, которое мы выставили, заменить это правительство временным пока правительством. Это временное правительство должно быть национального единства. Это правительство должно иметь свою программу по искоренению всего того порочного, которое сегодня уже образовалось. Временное правительство должно в первую очередь думать обороноспособности страны, естественно. Временное кризисное, да, наверное? А, ну да, антикризисное. Антикризисное. И поэтому будет оно существовать год-полтора. После чего, когда уже на самом деле у нас будут определенные результаты, мы проведем уже тогда всенародные выборы парламентские и посмотрим еще, естественно, с Конституцией надо разобраться и так далее. Так вот, вот в принципе, что предполагается сделать. Поэтому я считаю, что здесь вопрос, есть очень хороший повод еще раз сказать о том, что вот деление на бывших, нынешних, черных, белых и так далее, которое придумало, придумало вот это самое правительство, Никол Пашидян, хорошо воспользовался этим настроением. Наверное, механизм управления массами. Да, воспользовался настроениями масс. На самом деле это отношение к бывшим, естественно, есть, это объективное отношение. Поэтому мы сейчас не относимся ни к бывшим, ни к нынешним. Мы просто любимые, да? Да, мы сегодня, граждане Армении, не претендуем на какие-то там стулья особенно, так сказать, это все в прошлом для нас. Но мы считаем, что мы должны брать эту ответственность и сформировать вот профессиональное правительство, профессиональное, которое умеет и знает, как решать эти вопросы. Вот это самое главное, что мы хотим сейчас. Спасибо за беседу. Я думаю, можно еще на русском языке сделать аналогичные передачи. Хорошо. До свидания. Всего доброго. Спасибо за просмотр.